Добрый день, здравствуйте! Сегодня по просьбе некоторых наших молодых зрительниц мы готовим чвертмоплов. Это плов, который подаётся с курицей и яйцами. Для этого нам понадобится хороший рис, одна курица и ваши умелые руки. Садитесь ближе и начнём готовить. Плов готовится из длинного риса. Вот этот рис я буду использовать. Нам понадобится курица, лук репчатый, яйца, шафран, соль, масло и мука. Мука нужна для газмаха. Какой же плов без газмаха? Газмах это специальное тесто, которое готовится для того, чтобы выстилать тно кастрюли. Теперь перед тем, как начать готовить плов, вам обязательно надо замочить рис. Рис промывается до тех пор, пока водичка не станет прозрачной. То есть весь крахмал от риса вымывается. Потом набираем воду, чтобы вода покрывала ваш рис, пальца на два-три и оставляем на два часа. Полтора-два часа рис должен вобрать себе воду, которая нужна для его роста. Отложим рис в сторону. Видите, он уже немножечко пропитался, но все равно там еще есть вода. Если вода остается лишней, потом ее можно слить. Так что не переживайте. Главное, чтобы оно постояло часа два в воде, тогда рис очень быстро готовится. Он становится белым, воздушным, пушистым и очень вкусным. Как же нарезать курицу? Наверное, вы все знаете, но если есть такие люди, которые не знают, я покажу вам, как надо разделать курицу. Ляшки на две части, грудинку на четыре части и крылышко. У нас получится 10 кусков. Хребет, горлышко и все остальное нам не понадобится. Собираем все это в одну кастрюлю. Если у нас курица деревенская, то на нее наливаем два, два с половиной стакана воды. Если курица быстро отваривается, то есть современные пройлерные куры, они варятся очень быстро. Для этого нам понадобится всего полстакана воды. Ставим на огонь и ждем, пока курица выпустит свой сок, пропарится и будет готова. А как же отличить деревенскую курицу от обычной бройлерской курицы, которую мы почти каждый день покупаем в магазине? Косточка у деревенской курицы будет тонкая и длинная. А в бройлерне, тут косточка бывает короткая и широкая. Вот и все. Теперь кастрюля идет на огонь, а мы займемся луком. Как же надо нарезать лук? Лук надо нарезать... Вот наш репчатый лук. Как видите, его немало. На килограмм курицы мы используем где-то грамм 600 лука. Хвостики всегда оставляем на луковице. Срезаем там, где бывают корешки и нарезаем полукольцами. Тоненько. После того, как нарезаем лук, выкладываем его на сковородку. Наливаем чуть-чуть масла. Это можно делать с растительным маслом или же со сливочным топленым. Кто как любит. И чуть-чуть надо подсолить лук. Лук выпустит свой сок и будет и тушиться, и жариться. Если хотите, чтобы у вас не пахло дома луком, соберите всю кожуру и остатки лука в пакет, завяжите его, а потом уже выбрасывайте в мусорник. Вот еще одна подсказка. Теперь готовим газмах. Газмах готовится из муки, масла, соли и куркумы. Куркума или шафран. Что у вас есть? Вспомнили о шафране. Шафран надо заранее заварить. Шафран используется на рис. В ту же самую чавартму мы обязательно будем наливать настой шафрана. Берем кипяченую воду, прямо кипяток, и туда пару щепоток этого шафрана. Шафран дорогой продукт. Вы знаете, с ним надо обходиться бережно. И когда вы достаете шафран из баночки или из посуды, в которой она находится, нельзя туда, как говорится, оттуда не надо брать руками или же мокрыми предметами. Шафран не любит влаги. Всё. Оставляем, чтобы это настаивалось и начинаем делать наш казмах. Где-то примерно стакан, полтора стакана муки хватает на одну, значит, кастрюлю плова. Добавляю сюда две столовые ложки масла, соль и куркуму. Так как шафран у нас ещё не заварился. Если бы заранее заварили шафран, добавили бы шафран. Пол чайной ложки соли. И теперь сюда добавляем холодную воду. Совсем чуть-чуть. И у нас получается такое, что-то между слоёным тестом, слоёно-песочное тесто. Вот такое тесто получается. Воды очень мало, а масла побольше. Вот такой шарик у нас получился. Мы его должны раскатать. Чуть позже мы его раскатаем. Рис уже вобрал в себя воду. И мы должны поставить его... В чём он будет вариться? В кастрюле, конечно. В какой? Сейчас я вам покажу, какая кастрюля. Нельзя варить такой плов азербайджанский в эмалированной кастрюле. Оно обязательно пригорит. Нержавейки, которые пристаёт. Пища есть. Есть кастрюли, в которых не пристаёт пища. Есть, которым пристаёт пища. Поэтому нельзя в той, которой пристаёт пища. Это с тонким дном и некачественно. Лучше всего подходят тефлон, тефаль, мраморные вот сейчас новые кастрюли есть. У вас прекрасно будет выстаиваться рис в этих кастрюлях. И когда вы будете доставать газмах, вам это не составит труда. А варить, естественно, можно и в нержавейке, и в алюминиевой, и эмалированной. В чём хотите, можете сварить. Потом рис сливается. То есть вода выбрасывается, а рис сам помещается вот в такую кастрюлю. Ну что ж, сейчас я буду готовить прямо в нём и потом буду в нём же оставлять, чтобы он томился. Набираем воду. Если вы используете килограмм риса, вам нужна кастрюля минимум 4-х литровая. 4-5 литров. Набираем воды. Ставим неполную кастрюлю, конечно. Ставим, чтобы вода закипела. Как только закипит вода, используем соль. Лучше всего поваренную, без йода. насыпаем, значит, на каждый стакан у нас армаде. Если у вас нет такого, обычно 200-граммовый стакан, то на 200-граммовый стакан насыпаем одну полную, с горкой, ложкой соли. Если рис будет несолёный, он будет невкусный. Вот в такое состояние превратился наш лук. Он упарился, потушился, но мы не довели его до такого состояния, чтобы он начал жариться. Он не стал золотистым. Нам такой лук не нужен. Нам нужен вот такой лук. Теперь сюда выкладываем уже готовое отваренное мясо. Мясо варилось где-то полчаса и уже стало готовым, потому что это бройлерная курица. Достаем кусочки мяса и выкладываем прямо на лук. Вернее, и лук на мясо можно положить, и мясо на лук можно положить. Нет никакой разницы. Потом сюда надо будет положить лимонную кислоту или лимонную, ну, так она и называется, лимонная кислота. Половина чайной ложки почти уйдет сюда. То есть, два грамма, если точнее сказать. Мы его разбавим в бульоне. Сейчас бульон перельем. Если у вас нету такой соли лимонной, то возьмите лимонный сок. Половина лимона вам достаточно. Две столовые ложки, в принципе, достаточно для того, чтобы у вас вот это блюдо получилось настоящим. как готовим мы. Почувствовать вкус можно только таким образом. Вот где-то два грамма лимонной кислоты. Я его буду разводить в бульоне, который у нас образовался. Ну, этого бульона мало. Я столько же добавлю воды. После того, как всё это перемешаем, бульон станет не такой прозрачный, а белёсый. Это входит он в реакцию с лимонной кислотой. Теперь выливаем сюда и долью ещё я столько же воды. Видите, он стал белый. лимонной кислотой. После этого поставим на огонь и будем ещё тушить где-то минут 10, а то и 15 на медленный огонь. За это время раскатали газмах и варим рис. Вода закипела, мы туда добавили рис. Наш рис, как проверить, готов он или нет? берём одну рисеньку, между пальцами давим. Если он выскакивает, видите, он не мнётся, он выскакивает, он сырой, он ещё не сварился, несмотря что он столько времени был в воде. А пока был он в воде, он вырос в два раза. То есть, если взять воду, вернее, рис, который мы наливали и оставляли два часа, он там вырос чуть-чуть, а потом, когда он попал вот в кипяток, он вырос в два раза, а будет томиться, ещё чуть вырастет. Обычно в Азербайджане плов готовят из длинного риса, но готовят и из длинного, и из круглого, и у каждого плова есть свой рецепт. Вот, смотрите, газмах я положила на дно кастрюли, но кастрюлю обязательно надо было смазать маслом, и где-то две минуты ставим на огонь. Нарезайте, хотите, кружочки, хотите, квадратики, раньше вообще не резали, оставляли целым, но проще, когда оно нарезанное. А рис уже мы слили с него водичку, посмотрите, он какой, как белая вата, но каждая рисинка, она не пристаёт друг к другу, а это всё благодаря того, что вы его вымачивали это раз, и варили в большом количестве воды. А теперь, после того, как мы его слили через друшлаг, добавляем сюда масло. масло я добавляю немного, а вообще-то положено очень много масла. Я сюда добавлю всего 2 столовые ложки топлёного масла, и теперь уже перемешаю хорошенько, не бойтесь мешать, с ним ничего не станет, он не сломается, он не помнётся, если вы его сварили правильно. Значит, первый раз я вам показала, что он был сырой, второй раз, когда вы берёте рис, сминаете между пальцев, он будет уже как клейстер, значит, он уже готов, только внутри будут чувствоваться 2-3 точки белые, вот, это знак того, что вы уже должны его слить через друшлаг, а вот эти 2-3 белые точки, когда вы ставите его томиться, будут готовиться в тот момент, то есть, рис аль денте, а потом он становится пышным, готовым пловом. Теперь я насыпаю сюда рис, который уже как бы встретился с маслом, ложкой помогаю тем вырезанным фигурам, чтобы они немножечко отделялись от друг друга, чтобы мне было удобно доставать в конце процесса это все и выкладываю рис. Половину риса выкладываю на казмах, потом полью это все настоянным шафраном, не любите тычинки, вот это не хотите, чтобы оно было в рисе, возьмите сито и пропустите через сито и остальной рис тоже кладем сверху. теперь берем маленькие кусочки сливочного масла и тоже можно положить сверху, накрываем крышкой, крышку обтягиваем полотенцем, если помните раньше в мешочках были такие полотенца, прямо об рисовых мешочках, это льняные полотенца, которые очень хорошо впитывают влагу и оставляем на 45 минут, если мало, если много, то на час. Разбиваем яйца и белок, и желток, взбиваем хорошенько, надо чуть-чуть подсолить, лук, мясо, все это тоже солим по вкусу и теперь после того, как все это вместе потушилось, лук уже совсем не такой, как он был, он как паста, забираем этот лук, добавляем в разбитые, взбитые яйца, хорошенечко перемешиваем и обратно наливаем все это в сковородку, чтобы яйца с луком накрыли мясо или покрыли мясо, ну, сколько там его будет, может он не накроет, но когда это все будет вариться вы увидите результат накрываю крышкой и ставлю на медленный огонь прошел 45 минут прошло и вот смотрите какой у нас теперь рис он рассыпчатый очень ароматный выкладываем достаем газмах и как видите уже курица с яйцами тоже готова это очень вкусно что-то между сладким кислым и ароматное такое ой ну не передать не передать это надо только готовить желаю вам успешно приготовить такой плов обрадовать своих близких и чтобы вас всегда хвалили что вы очень хорошо готовите но для этого надо посмотреть вот это видео внимательно когда будете готовить чтобы не упустить ни один момент и желаю вам удачи с наступающими вас праздниками дай бог вам здоровья счастья благополучия и мира а пока прощаюсь с вами не забудьте поделиться видео писать вопросы которые может быть что-то упустили забыли или не поняли я постараюсь на них ответить подписаться тем кто не подписался и вы будете получать мое видео если нажмете на колокольчик который находится под видео рядом с записью подпишись а пока всего вам доброго до свидания спасибо что просмотрели все до конца